Приветствую вас. Как опустить ситуацию, пишете вы? Что такое правильно опускать ситуацию? Как с легкостью относиться к тому, что тревожит? Пишите вы, ведь от этого говорите вы только еще больше об этом думаешь. Что ж, сложно здесь на самом деле с вами не согласиться, потому что, в частности, так оно и есть. Вы на самом деле правы, говоря об этом. Мои коллеги, вам плюс-минус уже ответили что-то, поэтому, вероятно, мой ответ в какой-то степени будет совпадать с их ответами где-то в определенных моментах. Но я также надеюсь, что чего-то интересного вы в моем ответе в том числе найдете. Мне, по крайней мере, хочется это верить. Итак, первое, на что хочется обратить внимание. С легкостью относиться к тому, что приводит, значит, вообще-то говоря, подвергать себя и своей жизни опасностям. Вообще таковато. Потому что, ну, если вот так случилось и если так сложилось, что что-то вас тревожит, то это не след вам угром. Мнимую или настоящую не столь важно, сколь важно именно то, что для вашего организма, да, для вашей психики это является угрозой. И, соответственно, соответственно, на эту угрозу нужно, ну, нужно как-то реагировать. Вот. В общем, и в целом, то, что вот вы и делаете, да, условно говоря, вы как раз-таки и реагируете на эту самую угрозу так, как вот вы, ну, умеете, так, как можете и так далее. Вот. Говоря о легкости реагирования на угрозу, довольно легко. Как мне кажется, довольно легко. Ну, в общем и целом, упустить вот этот момент, да, упустить этот момент, значит, связанный с тем, где действительно, ну, вот ваши задействованы, грубо говоря, интересы, да, вот, где, ну, где, действительно, грубо говоря, задействовано то, что вам, ну, вообще, нужно, то, что вам нравится, то, чего вы хотите и так далее. Вот. То есть, по факту, ну, вот, это, так, в принципе, работает. Поэтому важно не с легкостью относиться к тому, что вас привозят, не с легкостью, но, как бы, смотреть на то, как вами это воспринимается, и смотреть на то, как вы, или что вы хотите с этим делать. Вот. Это, в общем-то, на мой взгляд, куда более, ну, конструктивная, куда более адекватная позиция, чем вот то, что вы предлагаете, да. Вот. То, чем говорите вы, это, вот, больше про обесценивание, как мне кажется, проблематики, да, про какое-то обмахивание от нее и так далее. Ну, ничего хорошего из этого, повторюсь, выйти не может. Дальше. Что такое отпустить ситуацию, как правильно ее отпустить? А после ситуации, это значит, значит, сделать ее менее значимой. Чтобы сделать ситуацию менее значимой, нужно ее не обесценивать, а увидеть в... в том, что для вас важно, что-то еще, что для вас важно, и на это направить свою энергию, например. Или отреагировать как-то, как вы сами себе запрещаете, потому что, да. Вот. К примеру. К примеру. Если возникает такая ситуация, что у вас нет денег, а вам нужно, допустим, что-то есть, или что хуже, кормить кого-то из своей семьи, например, детей, а у вас нет денег, и некому вам помочь, то единственным выходом для вас является начать просить в долг. Чтобы прямо здесь и сейчас получить деньги, вот прям в сию минуту, да, вот, как бы, ну, прям вот, в сию минуту. Вам нужно взять у кого-то в долг. И, если у вас есть запрет на то, чтобы взять долг, к примеру, и запрет этот несколько, ну, несколько необыкватный, скажем так, то, на мой взгляд, у вас как раз-таки и будет ситуация, что вы не можете ее отпустить. С одной стороны, вас будет разрывать изнутри от того, что ваши дети голодные, с другой стороны, вас также не будет разрывать от того, что вы не можете позволить себе взять в долг. Вам будет казаться, что вы там будете наступать себе на гордость и прочее, прочее, прочее. Вот. И эта ситуация, как раз-таки, не позволит вам опустить, потому что вы оказались в лавушке. Вот. Поэтому, либо увидеть значимость чего-то другого, чтобы значимость естественным образом понизилась и заняла естественное место в системе ваших значимых вещей, или, значит, увидеть запрет на какую-то не очень популярную, в кавычках, не очень удобную, не очень лицеприятную реакцию. Вот это заблеск, правда, тоже есть. Иногда ситуации не опускаются по причине того, что человек сдерживает, блокирует свои чувства, свои переживания. Не выговаривает, не пожевает. Соответственно, в этом случае необходимо в этом направлении двигаться. Это были основные истории про невозможно зарплатить ситуацию. У всех все уникально, у всех все индивидуально. Пускают ситуации люди так же индивидуально. И порой совсем не так, как это происходит в, например, процессе психологической консультации, психотерапии. То есть люди могут сами на основе вот какого-то опыта, да, ну вот что-то свое, как бы, ну, что-то свое находить, нащупывать. Примерно так. Тут еще есть моменты, касающиеся навязчивости. То есть, когда у человека данная тревога проявляется в виде навязчивых мыслей. Вот, как правило, за этим появляется, ну, за этим находится, скажем так, контроль. Это попытка контроля. Иногда. Иногда это какие-то желания, опять же, которые человек себе не позволяет выражать. Вот. А иногда тревога, тревога с невозможно зарплатить ситуацию связана с так называемой вторичностью выгодой. Вот. Когда человек получает, там, условно говоря, некоторые преференции от того, что находится в определенной, ну, вот, в определенной ситуации, находится вот в определенной какой-то, ну, позиции и так далее, да. Вот. То есть, тут, ну, вариантов достаточно много. И я бы сказал, что все варианты, естественно, предугадать невозможно для, ну, в общем-то, ну, лично мне кажется, да, что и нужно это. Вот, ну, потому что все варианты у всех, как-то вот, ну, у всех свое, да, указывать свое, точнее. И я бы сказал, вот, что нужно, наоборот, на мой взгляд, каждому человеку давать какую-то возможность, ну, вот, искать свой способ. Чтобы справиться с тем или иным вызовом, в которые процедуры, вот. То есть, я думаю, примерно, я думаю, так. Другой вопрос, если, там, вот, например, ваш вопрос, он в большей степени. Вебен, как, знаете, такой, как бы сказать, ну, для поиска, как будто бы. Вы свой вопрос, ну, как будто бы задаете вот так. Как будто бы вы его, ну, именно, вот, как для поиска задаете. Если мы говорим конкретно про помощь вам, например, вот, то это все-таки, ну, наверное, больше индивидуальная работа. Какая-то, вот, я бы сказал, психотерапевтическая работа. В том числе. Вот. И, соответственно, обращал бы внимание именно на это вот. Они, ну, знаете, не пытался бы, там, допустим, максимально в общем ключе, да, задавать, ну, вопросы. Вот. Вот. Поэтому, я думаю, я думаю, вот, так я бы вам ответил. Вот. Ну, именно, вот, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии и с точки зрения своих цен. А, мне кажется, мне кажется, что человеку нужна тревога. Вот. Мне кажется, что, ну, человеку необходимо тревожиться, ну, естественно, вот, испытывать, некоторую тревожность, вот, потому что так он может себя защищать. Если человек не будет чувствовать тревоги, повторюсь, то могут быть серьезные проблемы у человека. Вот. А я надеюсь, что он смог вам ответить на вопросы, которые, вот, вы задаете. Надеюсь, что у меня получилось это сделать. Вот. И надеюсь, что вы для себя какие-то выводы сделаете. Вот. Потому что, ну, это важно. То, о чем вы, например, говорите, то, о чем вы пишите, это, на мой взгляд, это весьма важно, да. И я надеюсь, что в итоге вы свои проблемы решите. Ну, в итоге вы сможете их решать. Вот. Вот. На этом все. Я желаю вам удачи. Я желаю вам всего самого доброго. На этом все. Я надеюсь, что вы дадите, вот, обратную связь на мой ответ, который, вот, я вам дал. Вот. Надеюсь, что этот обратный, ну, этот обратный связь, точнее, поможет вам начать работу над собой. Вот. Ну, то есть это станет началом, я надеюсь, вашей работой над собой. Всего вам самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Вот. Не оставляйте, не оставляйте, не оставляйте себя один на один с этой проблемой. Вот. Ну, и искать какого-то универсального варианта, что уже не стоит. На вроде Desktop. Это да.